Йо, ребят! Всем привет! С вами, как всегда, я Арман, и сегодня, ребятушки, мы вместе с вами попробуем обсудить тему хардкорного бункера Альфа. Ну и, собственно, будем как бы общаться вместе в комментариях, так что обязательно после просмотра этого ролика ответьте на вопросы, которые я буду задавать в течение ролика. Да, так что давайте потихонечку начнем. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал, если вы вдруг тут впервые, а если, ребят, вы уже подписаны, то ставьте лайки, чтобы не пропустить, ребят, новые ролики, чтобы новых роликов было побольше. Вот, ну, как уже сказал, ребят, тема нашего сегодняшнего ролика это хардкорный бункер Альфа. Почему именно хардкорный бункер? Ну, наверное, мои подписчики уже заметили, да, что до этого у меня ни разу, ребятушки, не было ролика вот про хардкорный бункер, и я вдруг решил проходить его. Почему? Потому что, ребят, очень многие мне вконтакте написали, что если найти С4 в бункере или же там, не знаю, по-другому найти С4, даже если вот там за донат, в общем-таки, выпить, то рейдеры, собственно, не будут это считать за выполнение квеста. Да, ты должен именно пройти хардкорный бункер Альфа, вот, получить, точнее, вот, да, получить фрагменты всякие. И, собственно, после того, как эти фрагменты ты будешь давать вот этому инженеру, он будет, собственно, давать тебе дискетку, а с дискетки получить координаты, где, собственно, можно уже в сундучке найти С4. Ну, вот такой вот приколчик. Я вчера, вчера вечером, кстати, вот, да, и подписывайтесь обязательно, если вы пропустили стримчик, да, вот, мы, вот, в общем, проводили стримчик, где играли вместе с подписчиками, выполняли задания рейдеров, и я там решил пройти хардкорный бункер и узнать, что это из себя представляет. Ну, на самом-то деле, я, смотря другие ролики, знал, что там мне будет жасть, но решил на своем опыте попробовать, и, собственно, поделиться вместе с своими подписчиками. И что я там обнаружил? Я там обнаружил полный, ну, дисбаланс. Ну, как дисбаланс? Полная невыгодность. Если игрок что-то делает, допустим, идет в какую-то локацию, чтобы фарбить, да, он должен выйти, ну, в плюсе, ну, хотя бы немножечко, но он должен быть в плюсе. А тут что у нас происходит? Я слил вчера пять огнестрела, ребята, два калаша вроде как, один, притом модифицированный. Вот, два калаша, одна эмочка, один глок, и, кстати, да, намного больше получается. Вот эмочка, ну, и винторезик почти слил, и плюс еще пару оружия потерял за счет того, что просто тупо сдох второй раз, возвращался туда, чтобы вернуть вещи еще разочек с ног. И первые вещички пропали. Ну, в итоге, получается, прошло где-то пять-десять огнестрелов. Вот, ну, грубо говоря, да? И в чем прикол? Прикол в том, что я прошел, даже не прошел половину второго этажа бункера альфа. Вот, и судя по тому, насколько я набил дискетку, это просто жесть, ребят. Как? Как можно вообще это набить? Если даже будем набивать, стоит ли С4 того, чтобы потратить 10-15, ну, где-то 15-20, грубо говоря, огнестрелов за один С4? Ну, ладно, три из них вы будете возвращать, ну, если, конечно, повезет, да, из-за сундучка, которые, в общем-таки, будут давать вам за дискетку. Ну, блин, просрать 10 оружия, чтобы получить С4? Ну, блин, это охренеть как невыгодно, ну, блин. И при том, надо протирать кучу времени. Ребят, сорянчик, но если вы открыли все эти достижения, ну, так-так-так-так-так-так-так, вот, вот все эти награды, если вы открыли, ну, если вы дошли до этого, блин, как его, гранатомена, то вы задроты просто, ребят. Ну, я не хочу сейчас никого обидеть, это неплохое слово, если что. Ну, блин, как можно так играть? Я потратил где-то больше чатика, чтобы облутать бункер, ну, блин, это, это просто невыгодно, ребят. Если вы еще не зашли в бункер, то, ну, хардкорный бункер, то ни в коем случае не рекомендую сделать это, потому что это прям крайне невыгодно. Вы просрете кучу огнестрела, кучу брони просрете, кучу нервов просрете, там все яростные гиганты бегут на вас, появляются, хрен его знает, какие чуваки взрывающие, ну, они не очень-то жесткие, просто прикол в том, что надо знать, как против них сражаться, да? Ну, и обычные зомбачки наносят прям колоссальный урончик, и у них появляется какая-то броня, так что ни в коем случае не рекомендую. Разве что можно там зайти и фармить этого босса, ну, и то тоже невыгодно. Лучше разочек чистить бункер, так, обычный бункер, ну, тогда получится намного больше красных талончиков, нежели чем убив этого чувака. Для того, чтобы его убить, придется вам потратить немало так нервов и огнестрела, так что это, ребят, капец как невыгодно. А сейчас вопрос, как вы считаете, ребятушки, стоит ли чистить хардкорный бункер, и что в нем такого, что, ну, приманивает, чтобы люди почистили этот бункер? Вот, кстати, да, еще один прикол, пропустить задание за C4 можно за 150 монеточек, да? Ну, я потрачил где-то 50 или 100, точно не помню, монеточек для того, чтобы осуществлять переуходы между локациями, да? Там энергия бущенька кончался, и после смерти я должен был просто потратить монеточки, чтобы тпшнуться в бункер альфа. Так что намного выгоднее было бы прям пропустить это задание за монеточки. Ну, если игрок, конечно, не донатерский и вообще не донатит, то тогда придется прям полностью пройти все это дело, но это будет прям крайне мучительно, ребят. А вот, и еще один вопрос, ребятушки. Если я разочек буду выполнять эти задания рейдеров, да, там, встретиться с продавцом, ну, ящики чистить, точнее, открыть в опасных локациях, ну и так далее, то после рейда мне снова надо будет выполнять эти задания или же нет? Я один раз выполняю, и все, в течение всей игры больше не буду видеть эти задания. Вот, напишите ответы на все эти вопросы, а я на этом с вами прощаюсь. Еще раз, ребят, напоминаю, лично я рекомендую не включить хардкорный бункер, потому что это прям капец как невыгодно. Так что, решать вам я вот такой советик вам дал, так что, вот, пробуйте, пробуйте, ну и напишите, как вы будете поступать. А на этом сегодня все, с вами был, как всегда, я, Арман, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, ребята, всем пока!